Продолжение следует... Как-то мы вдохновились в один момент, наш автор вдохновился каким-то случаем, кино совсем о другом на самом деле, и да, оно о другом, и оно о дружбе двух прекрасных, очень непохожих друг на друга девушек, которые друзья еще и к слову в жизни, и как они друг другу помогают найти себя. То есть в материалах дела второй подружки не было, правильно я понимаю? Нет, конечно. Там была одна только вот эта девушка, которая пошла... Илья, вообще у фильма, вот если так посмотреть, мощнейший подбор актеров, Евгений Цыганов, Анна Чиповская, Светлана Устинова, Михаил Ефремов, Светлана Ходченкова и другие звезды. Есть ли у вас, как у продюсера в этой связи, какое-то понимание, а какой сбор будет у этого фильма? Вообще есть у продюсера вот это вот представление, что мы в итоге должны собрать примерно столько? Ну, есть, конечно, прогнозы, есть мечты, но это немножко непредсказуемо, особенно в условиях нашего рынка. Ну, окей, если мечты озвучивать нельзя, потому что они сбудутся обязательно, прогнозы тогда. Ну, прогнозы мы тоже, это внутренние наши истории, мы не озвучим, нам главная задача, чтобы зрителю понравился этот фильм. Мы делали кино, которое нам самим хочется смотреть как зрителям, это главный принцип нас, как продюсеров, как компаний. Слушайте, а вообще, кстати, интересно, Илья, а как рассчитать прогноз? Вот просто сегодня, по-моему, в ленте видел, что требуется продюсера фильма «Защитники» 50 миллионов, по-моему, рублей за то, что, ну, рассчитывали на одно, получилось... С него в смысле требуют? С него, ну, конечно, он взял деньги в долг, условно, на производство фильма и эти деньги не отбил. Как вообще продюсеры рассчитывают, чтобы потом вот в такую историю не попасть? Ну, есть какие-то правила киноиндустрии, есть формула, связанная с вложением в рекламу, то есть это такой долгий, нудный разговор, могу сейчас полчаса потратить на него, но... То есть, действительно, есть какие-то формулы, по которым рассчитываются все эти истории? Есть стратегия, и она, ну, есть понимание, что она работает, ну, может и не сработает, то есть это кино, нечистый бизнес, нечистое искусство, это авантюра и риск всегда, конечно. Может выстрелить, а может не выстрелить. В общем, как в этом вирусном ролике, у вас есть какая-то тактика, и вы ее придерживаетесь. Да, у нас есть тактика, и мы ее придерживаемся, да. Илья, ну не можем не спросить, на Кинотавре активно обсуждалась история, да, можно сказать, скандал, что режиссерская версия блокбастера настолько отличалась от продюсерской, да, это ту, которую мы увидим в кино, что режиссер фильма Роман Воловуев попросил убрать его имя из титров. А в чем, собственно, дело? То есть там либо сцены были вырезаны, либо что-то поменялось в смысле, или, ну, почему такая резкая прямо критика и резкая реакция? Да не все так просто, на самом деле, Рома сам на пресс-конференции утром следующем же сказал, что нет никакой режиссерской версии, я, опять же, много на эту тему говорил, но это, я рад, что это некая промо-компания нашего фильма получилась, такая удачная, о фильме заговорили. Режиссер и продюсер — это муж и жена, на самом деле, Рома это сам тоже подчеркнул. Кто муж, кто жена, давайте понимать. Вопрос открытый, но сам факт, что отношения можно сравнить с семейной парой, с отношениями семейной пары, и исход непредсказуем. Ну и тем не менее, чем закончилась эта история, вот этот конфликт, или он как бы повешен в воздухе? Все на самом деле написано в прессе, так и было. Роман снял имя из титров, мы выпускаем кино, мы счастливы, мы получили спецприз на Кинотавре, спецприз жюри, поэтому главное, что фильм живет. Но в титрах просто его не будет. В титрах его не будет. Но его решение мы уважаем, у нас какая-то теплая история взаимоотношений, это наше второе кино с ним было. Ну, безусловно, работы было немало проделано. То есть от гонорара же он вряд ли отказался, только от титров. Скорее так. Ты опять о своем, а? Нет, но это действительно интересует всех. Илья, вопрос такой, многие создатели фильмов не любят, когда актеры сами вмешиваются в процесс создания сценария, да? То есть вот сценарий уже создан, менять его якобы не надо. Но мы знаем, что вот на предыдущих съемках, в частности, допустим, Светлана Устинова принимала участие и как-то докручивала, да, кадры. Вот на съемках блокбастера были такие моменты, когда девушки, а может быть и не только девушки, сами как-то сценарий дорабатывали, меняли его, усмешняли еще что-то. Безусловно, нам вообще это большое счастье. Наши девушки, две главные героини, Света Устинова и Аня Чаповская, они прошли кастинг до того, как сценарий был написан, грубо говоря. Поэтому нам очень повезло и Роме очень повезло. Был доступ к главным героиням и, конечно, они участвовали, их характер докручивался. И это большое счастье. С кем не пообщаюсь, сценаристов, все очень любят иметь перед собой актера, с которого можно списывать характер, с кем можно обсуждать. А вот что они, можно, прям хоть один пример, что они внесли своего смешного, такой небольшой спойлер, чтобы захотелось еще сильнее пойти в кино 13 июля. Ну, сложно, не хочется спойлерить, а очень многое, на самом деле, в отношении девушек было работы проделано. Они действительно потрясающие, мы наблюдаем их дружбу в жизни ежедневно, и тут эту дружбу мы гипертрофировали, утрировали и принесли на экраны. И поэтому их какое-то взаимоотношение было очень забавно наблюдать, и ссоры имитировать. И, в общем, это... Причем там же, я вот сейчас боюсь ошибиться, Светлана занимается кикбоксингом, да, Валя, или каким-то боевым искусством. Она в жизни тоже занимается кикбоксингом? Может врезать или нет? Может врезать, конечно, держит удар же всегда, но в жизни не занимаясь кикбоксингом. Но мне кажется, это ей очень свойственно идет. Как муж, говорю. Пришлось учиться. Врезать, да? Илья, скажите, пожалуйста, вы сами сейчас упомянули вот этот процесс под названием кастинг. Вы сказали, что кастинг они прошли еще до того. В принципе, как проходит кастинг, ну, каких-то массовых сцен или вот таких актеров, там, не первого плана, мы себе примерно представляем. А как проходят кастинги вот звезд? Потому что Аня Чаповская, допустим, та же, безусловно, звезда российского кино. Да, или Сану Стинова, или Ефремов, Ходченков, извините меня. Ну, часто очень, на самом деле, предлагаются роли таким актерам. То есть под них пишется сразу? Да, но хотя на нашем опыте большие актеры всегда сами просят и требуют пробы. Им важно найти общий язык с режиссером, почувствовать просто ритм работы, узнать режиссера поближе в работе на площадке. Поэтому кастинг для больших звезд тоже существует, и это некий процесс, когда обычно сразу понятно, что нашли они друг друга или нет с режиссером. Но не только блокбастер, да, выходит в семнадцатом году. Еще ряд фильмов ожидается, что-то уже вышло, что-то дорабатывается. Вот расскажи, пожалуйста, такой проект, да, вот как была короткометражка «Пассажир» с Артуром Смолениновым. История космонавти, в жизни которого после аварии и вынужденной посадки в тайге стали происходить таинственные вещи. Насколько мы понимаем, что эта короткометражка была показана, и сейчас она дорабатывается, да, перерабатывается? Расскажи, пожалуйста, об этом фильме. Это была короткометражка, которую мы сняли для Кинотавра, ну, даже иначе, но есть молодой режиссерский, а мы хотим снимать кино. И это называется proof of concept, то есть доказательство, что кино получится из этой идеи. Собственно, мы сняли короткометражку с Артуром, действительно, про некого, ну, это про космос, и это про инопланетян. Там такой полутриллер, полу... Да, 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 да. Не по рассказу Стивена Кинга? Нет, это оригинальная история. Мы сейчас пишем, собственно, сценарий, исходя из этой короткометражки, вместе с компанией «Водород» и Федором Сергеевичем Бодручаком тоже планируем это как-то как совместный проект сделать следующий. Сделать большой фильм, да, из этого? И сделать из этого большой фильм, да, и дебют молодого, талантливого режиссера. А при этом в главной роли по-прежнему Артур, или как пойдет уже? Посмотрим, ну, надеемся. В общем, там уже графики звезд, актеров и так далее сыграют свою роль, но мы надеемся. Хорошо. Второй фильм «Мифы». Есть такая история, да, снова комедия, можно сказать, что криминальное дело в 90-е происходит и связано с режиссером, с неким режиссером Федором, который задолжал неким браткам за съемки фильма. Ну и в составе актера Федор Бондарчук, я подозреваю, что он не братка играет, скорее всего, режиссера Федора, я предположу. Вот, Сергей Безруков, Иван Ургант, Максим Суханов. Слушайте, а что, Безруков к образу Саши Белого опять вот это вот все? Нет, это не криминальная история, это чистая комедия, на самом деле, где... Жмурки тоже комедия. Большие звезды, большие звезды играют какие-то версии самих себя, и это очень смешно. Это молодой режиссер-дебютант тоже Саша Молочников, Александр Молочников, который в МХТ уже поставил два спектакля, ему 25 лет, и просто мы никто не понимаем, как у него так получается. И действительно, это очень смешно, тоже была премьера на Кинотавре, 16 ноября выйдет в прокат. Есть Ксения Рапопорт в этом фильме, еще есть Виктория Исакова, Паулина Андреева, главную женскую роль. И это все про Грека, который попадает вот этот на московский Олимп, и не понимает, куда он попал, и сталкивается, собственно, с представителями этого Олимпа. Ну, заход интересный, конечно. А кого все-таки Сергей Безруков играет, очень интересно. Сергей Безруков играет актера. Сергей Безруков, наконец-то Безруков сыграет себя. Актеры. Да нет, он, мне кажется, в любой позиции играет себя абсолютно точно. Это актер, который сыграл все роли. Хотя нет, ты знаешь, у него фильм был «После тебя». «После тебя» же, да, называется фильм? Мне понравился. Мне понравился. Он играет танцовщика, играл там танцовщика, которая, в общем, болезнь, там его приковала и так далее, и так далее. Интересно. Нет, он играет не себя там. Вот он там играет не себя, как мне показалось. Но это моя субъективщина абсолютного дилетанта. Илья, насколько понимаем, еще идет работа над фильмом «Лето» Кирилла Серебренникова. Да, это что? Ну, наверняка это драма, да? Ну, это, я на самом деле, кроме того, что это следующий фильм Кирилла Серебренникова о рождении рок-культуры 80-х в Питере, наверное, сейчас больше ничего не скажу, но да, это вот мы... А уже хватит, чтобы этот фильм ждали. Нет, серьезно, это очень круто. Мы очень рады, что нам выпало возможность второй проект сделать с Кириллом и большой художник. А уже съемки идут, то есть, да? Подготовка. Подготовка. Слушайте, ну заход интересный очень. Вообще, вот знаешь, какой вопрос. Сейчас вообще бытует такое мнение, не только сейчас, то, что со стороны режиссеров и продюсеров брать на разные роли, да, в разных фильмах одних и тех же актеров, это вообще риск такой, да? Потому что, ну, человек представляет себе уже образ того предыдущего персонажа и так далее, но вот в ваших фильмах просматривается некая тенденция, да, скажем. То есть, если говорить, допустим, про, ну, девушек, да, про Устинову, про Ходченко, да, про Чиповскую, они в некоторых следующих фильмах тоже, так понимаю, что будут фигурировать. Вот как это вообще понимать? Ну, я попал, как мы шутим с моей женой, Светой Устиновой, по кино через постель, поэтому как я... Что остается, да? Да, нет, на самом деле у нас много прекрасных актрис. Нам повезло, что они все нас окружают, и мы постоянно обсуждаем работу, мы постоянно обсуждаем идеи. Фильм «Блокбастер» родился из тоже домашних посиделок и домашних обсуждений. И, видимо, листание новостой ленты. Ну, и было большое желание, чтобы у девушек была возможность сыграть не подружек главного героя, а историю через женщин рассказать от первого лица, и таких фильмов мало, женского кино мало. Я совершенно искренне хочу быть причастным к созданию женского кино, это такой мировой тренд на самом деле. И работать с приятными нам людьми, это... То есть кино — это долг, это маленькая жизнь, а три года жизни. Надо быть рядом с друзьями. Ну, безусловно, не поспоришь. Хотелось бы такого совета спросить, уже за эфиром опять же спрашивали, вот что бы ты посоветовал посмотреть нашему слушателю? Не обязательно фильм, который связан с тобой, в котором ты принимал участие в создании, а вот просто современный российский фильм, который нужно, чтобы образоваться, немного оккультуриться. Ну, из последних самых ярких примеров, которые мы невероятно счастливы, это притяжение Федора Сергеевича Бондарчука, который просто взорвал не только кассу, но и просто зрительский интерес, зрительскую реакцию. Почему его? Это правда потрясающий фильм, это абсолютная, стопроцентная удачная игра в жанр выбранный. Это первый фильм о пришельцах. Российский. Это здесь и сейчас, да, в России, то есть это много можно обсуждать, но я поклонник безотносительно того, что мы с Федором Сергеевичем делаем совместный проект, мифы, собственно, Федор, сопродюсер там, компания-партнер. Я невероятно рад успеху притяжения и вообще появлению такого фильма, и рад, что они снимают вторую часть сейчас, поэтому очень советую всем, кто не видел, посмотреть. Вот так. Дамы и господа, смотрите кино и лучше хорошее. Илья Стюарт был у нас в гостях, Илья, спасибо огромное. Спасибо огромное, Илья. Спасибо вам.